Второй день уже льет Придется точно воду откачивать из пруда Друзья всем привет Вы на канале в своем доме В общем приехали мы на участок Хотели копать продолжить Но тут трындец вообще Вон какие лужи стоят Камаз Хотел борт забрать И на ровном месте забуксовал Пришлось экскаватором вытаскивать Еще два дня Обещает дождь В общем ждем Когда это все высохнет Только потом возможно будет работать Пока что здесь вообще не залезть Даже близко Смотрите сколько воды набралось Это сейчас все надо откачивать Ну хотя бы сколько-то надо откачать Вода такая голубая Как на море Все вот тут все в воде стоит Грязище В общем ждем Когда погода наладится Дня через два Через три Будем продолжать Сейчас всем машинам стали делать баки С левой стороны С левой стороны Или что Подъехал на заправку И все колонки Которые Слева заправляют Заняты Друзья Прошло еще несколько дней С моего последнего приезда сюда В общем Жесть воды набралось Вот такое вот озеро Сейчас это дело Надо как-то откачивать Я приехал специально Чтобы Что-то соорудить Какую-то систему откачки Тут уже вообще много воды Считайте Вот этот вот бережок Он был метра Наверное четыре Вот где экскаватор стоял Ну нет Поменьше Метра три Сейчас он торчит На двух Ну на полметра То есть два с половиной метра Тут глубина уже А вот Какие у меня мысли Насоса у меня Никакого дренажного нету Я поспрашивал В принципе можно найти Тут Дима предлагает насос Сейчас буду решать Этот вопрос Пока что у меня Такая есть идея Взять из скважины насос Достать Там погружной насос Вот И его как-то подвесить сюда Там он мощный насос Как-то его сюда так подвесить Чтобы он Вода в целом чистая Как бы Вот И Чтобы он дна не касался Грязи не касался И начал выкачивать Надо хотя бы выкачать Хотя бы половину выкачать Вот А остальное уже Выкачивать Когда Подсохнет здесь Когда уже можно что-то будет делать Чтоб вода снова не набралась Поэтому сейчас Будем что-то сооружать Какую-то конструкцию Опускать туда насос Попробую его достать Там он 20 метров И опустить туда И включить Посмотреть У меня вот здесь Вот в канаве Зарыт Шланг Ну вот это Труба 32 И она идет Как раз в канаву В сточную Которая На участок Обратно воду Не ведет То есть она пойдет Туда по кругу И вот в эту канаву Которую я закопал То есть она у нас Вот так вот еще Участок один обходит И идет вот в эту канаву Если она туда не пойдет Ну плохо пойдет То можно будет Прям сюда В эту канаву Кинуть Воду Ой воду говорю Трубу И прям сюда качать А эта канава Уже идет в лес И уже уходит Куда-то там В речку Вот Такой вот план Сейчас Первым делом Это сделать Субтитры сделал DimaTorzok насос я достал кое-как сейчас задача его как-то погрузить сделал вот такую конструкцию сейчас я ее еще наращу чтоб она утонула практически и опустим туда насос на метр вот 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 Я соединил насос с трубой, которая у нас тут закапывалась и идёт в траншею. Сейчас протянул провод. Насос опустил примерно на метр. Ну вот его не видно. Он висит натянутый на верёвке специальной. И сейчас попробую включить. Я включил насос, но не слышно, чтобы вода по нему шла. А, нет, идёт. Вот сейчас притронулся. Вода идёт. Так, засекаем воды вот столько. Сейчас пойдёмте посмотрим, что на выходе. Так, вода идёт, но как-то слабо, как будто бы его пережимает где-то. Всё, пошла вода в траншею. Вот это. Посмотрим. Так, время у нас 10.25. Короче, тут ещё надо один насос. Столько воды уже набралось. Вот там вот ещё вода встала. Там ямки натекла. Её бы тоже как-то выпустить оттуда. Чтоб сохло лучше. Надо прочистить траншею, потому что когда тут землю валили, вот такие вот глыбы попали. Несколько штук. Вот там в конце и вот здесь. Сейчас вода тут упрётся. Я сколько-то прочистил канаву. Вода откачивается. Но как-то это плохо бежит. Очень слабенький насос получился. Ну, хоть что-то сейчас откачается. Хотя бы может полметра откачаю метр. Здесь вот вообще завалили полностью. Кое-как раз грёб её. Эта глина, она вообще плохо убирается. Потом я это всё на 2 метра отодвину и уже буду делать вал. И канаву потом ещё поглубже прочищу в сторону участка. Чтоб дорогу не портить. Кактус ползёт. 10.47 на счётчике. Посмотрим, сколько намотает. Дубу что-то не понравилось. Весь сразу пожелтел. те, думаю, пока так и стоят. Тут вон сколько воды. Это всё надо как-то тоже спускать. Ждать. Не знаю, как вот эта дорога высохнет. вот здесь бассейн целый сделался. тут 3 на 3 практически. Прод в пруду. как проваливается земля. вот такая водичка, как на море. Голубая-голубая. да, я её долго буду откачивать. то надо на всю ночь оставлять его. Чтоб он всю ночь качал. Опускать его ещё глубже и пусть качает всю ночь. попросить кого-нибудь, чтоб следили. Купил я, короче, два профиля примыкания. То есть, два разных вида. Один с сеткой. Вот такой вот. Но у меня тут слишком маленькие откосы, как бы, и с сеткой. Только если на внешние. И один просто без сетки. И сейчас тестировал. Отрезал по кусочку. Вот. И заметил, что вот у того, который с сеткой идёт с армирующей, нету юбочки. Вот здесь вот такая вот юбочка. Она будет прилегать аккуратно к окну. А здесь будет просто вот этот вот, не знаю, как он называется. Мягкий такой полипропилен. Или что это? Вот. Так вот он выглядит. Приклеивается. И штукатурится потом по краю. И остаётся только вот эта вот белая юбочка. Наверное, я такой не буду использовать. С сеткой, с армирующей. Буду без сетки штукатурить. Сетку свою сделаю. Потому что не знаю, почему он без юбочки идёт. Я когда покупал, не заметил. Думал, они все вот такие вот. Ни разу не пробовал вот так вот штукатурить с этими профилями примыкания. сейчас вот для эксперимента попробую на правой части этого окна загрунтую и попробую заштукатурить. Купил обезжириватель какой-то в Леруа. Надеюсь, он мне окна не разъест, краску. Ну вот перед поклейкой профиля хочу пройтись обезжиривателем. Поклеить профиль, потом грунтовать уже. Продолжение следует... Полностью обклеил профиль и загрунтовал всё. Сейчас надо сделать раствор и сделать черновую, черновые откосы точнее, чтобы потом ещё внешний угол наклеить и уже по внешнему углу сделать откосы. Развёл одно ведро штукатурки, накидал вот так вот в проёмы, в откосы штукатурки первый слой. В следующий раз приеду, уже уголки поставлю. Может, ещё накидаю, выровняю. Потом уголки поставлю и уже выровняю нормально. Пойдёмте посмотрим, что там откачало воды. Целый день прошёл, наверное, часов пять. Больше. Шесть часов прошло уже. Так, в общем-то, что у нас тут получилось? Что-то я не вижу какой-то разницы, что воды меньше стало. Но хотя, судя по насосу, насос торчал, ой, точнее не торчал, был в воде вот от синей штуки где-то сантиметров на десять, то есть сантиметров восемь, наверное, откачало за сегодня, за весь день время. Семнадцать девятнадцать, а начали мы в десять двадцать пять. Вот. Получается пять, шесть, семь часов. За семь часов откачало девять сантиметров восемь. Думаю оставить на ночь, завтра приехать. Сейчас спрошу соседей, может кто-то последит за ним. Так, что у нас получилось по электроэнергии? Восемнадцать, пятнадцать. Это восемь киловатт. На жгло. За семь часов. В принципе, нормально. Не буду оставлять я на ночь. Посмотрел прогноз. Дождь начнется в течение часа. Вот. И будет еще ночью дождь. Поэтому всю электрику смотаю, уберу. Вот. Это последний дождь, по прогнозу. На ближайшую неделю. Поэтому завтра все равно еще копать не будут. Ну, еще сыро. Тут еще надо сутки посушить. Вот. завтра приеду и уже включу на весь день, на всю ночь. Пусть он качает. Маловато сегодня успел сделать. надо будет еще раз в магазин заезжать за профилем, потому что с сеткой не подходит, если на те окна использовать. Как бы на то, в тот склад я использую с сеткой, потому что там, в принципе, без разницы. А вот сюда надо тоже с этой юбочкой, чтобы был профиль, чтобы покрасивее смотрелся стык. Весь день пасмурно, темно, солнце было. Вот в начале только. Сейчас под вечер, даже раньше, закончил, потому что совсем темно стало, ничего не видно. Можно было еще час-полтора работать, но я решил свернуться. Завтра пораньше приеду. Завтра продолжим откачивать воду. Может, откачаем хотя бы полметра. Прикол в том, что еще грунтовые воды, наверное, давят обратно. Пруд-то набрался не из-за того, что дождь был, и там вода натекла, а из-за того, что грунтовые воды поднимаются, выдавливает. Родник, она такая голубая, видимо, хорошо давит. снизу. Поэтому, не знаю, насос вот этот откачивает вообще слабенько. Буду еще искать варианты. Не забывайте обязательно поддержать это видео, поставить лайк. Все, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей части Копки Пруда. Забил колышек, чтобы было понятно, какой уровень воды. вот сейчас вот я метку там вырубил, и чуть-чуть ниже этой метки, ну, по краю, по нижнему. Завтра посмотрим, насколько вода поднимется за ночь. в следующей части Копки Пруда. Ну, по краю, по краю, по краю. И до сих пор, по краю. Ну, по краю.